Действовать без шума и пыли не пришлось. Брали штурмом. Это подпольное казино было организовано в Ленинском районе Иркутска. Уже внутри здания бойцы ОМОНа познакомились с сотрудниками игорного заведения. Вот только поздороваться с полицейскими 8 крупней и 2 администратора не успели. Сразу же легли, что называется, лицом в пол. Во время обыска в казино была обнаружена крупная сумма денег, а также полный джентльменский набор любителей азартных игр, карты, фишки, рулетка и даже бухгалтерская документация. Здравствуйте! С главными событиями этого вторника я и мои коллеги познакомим вас в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Смотрите в программе. Слюдянский, Шелиховский район, Тулун, Иркутск для жителей этих территорий и экстренных служб. Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной. Из программы узнаете, как пытались противостоять большой воде, вновь пришедшей в регион из-за дождей. Из-за дождей ограничен въезд в поселок Листвянка Иркутской области. Разворачивают большие туристические автобусы и грузовики массой свыше 12 тонн. Из выпусков узнаете о подробностях такого решения, а также о том, насколько пострадала набережная поселка. Продолжают страдать от дыма жители Иркутской области. Из-за лесных пожаров на территории региона был введен режим ЧАЭС. Почему принято решение некоторые возгорания не тушить? Ответим сегодня. Ответ, почему плавающая крольчиха получила прозвище Тулуша, дам в рубрике повесточки. А еще поведаю, кто лучше всех в регионе знает, как приручить буренок. Теперь об этих и других новостях подробнее. Центральной темой сегодня по-прежнему остается вторая волна паводка, накрывшая Иркутскую область. Из-за проливных дождей уровень воды в реках поднялся. Десятки населенных пунктов и садоводств оказались подтоплены. Эту ночь тысячи жителей региона бодрствовали. Было не до сна. Что удалось отстоять, а также где ситуация только усугубилась с каждым часом, узнаете из первого материала выпуска. Вода прибывает, ориентирующаяся до первого числа, будет уровень поднимать. Где и на сколько поднимается уровень рек, точно знают здесь. И рассказывают об этом всем жителям региона, которым важно получить такую информацию. На горячей линии регионального МЧС телефоны в прямом смысле раскалены. В час поступает более 50 звонков. Помимо уровня воды в реках, людей интересует ограничение движения на федеральной трассе. Обращаются и те, кто сначала отказался от эвакуации, а потом передумал. В эту волну паводка звонков с просьбой о психологической помощи меньше, хотя здесь ее готовы оказать. Но пока поступило всего одно обращение. При эвакуации семьи мама с ребятишками на глазах детей погрушил сам мост. Дети этой ночью спали очень плохо. Вздрагивали, просыпались. Эта работа подразумевает собой длительный процесс. И поэтому направлена специалистов, которые занимаются непосредственно данной работой. Работы у сотрудников МЧС сейчас хватает. Эта ночь была неспокойной для жителей восьми районов области. Все они в зоне подтопления. Пожалуй, самая сложная ситуация остается в Тулуне. Уровень воды в реке Ия продолжает расти катастрофическими темпами. Всего за шесть часов поднялся на 77 сантиметров. И процесс не останавливается. Из-за этого в районе Тулуна временно перекрыта федеральная трасса, связывающая Иркутск и Красноярск. Дамбы не смогли сдержать стихию. Уцелевшие здания вновь в воде. И если люди так или иначе к этому оказались готовы, то животных нет. Покинуть свои дома пришлось жителям Шелиховского района из населенных пунктов и садоводств. Еще накануне эвакуировали свыше 150 человек. Сегодня ситуация начала стабилизироваться. Уровень воды пошел на спад. Но радость оказалась преждевременной. Во второй половине дня Алха вновь решила показать характер. Уровень воды стал стремительно приближаться к критической отметке. Люди, где могут, самостоятельно пытаются отстоять дома. Выдохнуть могут люди в Судянском районе. Вода в реках пошла на спад. Но специалистам расслабляться рано. Для оказания помощи из Бурятии прибыли спасатели и две насосные станции. На постоянном контроле не только уровень рек, но и участки, где возможен сход селий. В Иркутске на территориях, попадающих в зону возможного наводнения, также дежурят более ста человек. Пока подтопление жилых домов удалось избежать. Сработали дамбы в Свердловском и Ленинском районах. Их укрепили и подняли на метр. Там, где большая вода еще хозяйничает, с ней продолжают бороться. Там, где она уже отступила, время делать выводы. Разучиться пришлось не на чужих, а на своих ошибках. Еще одна ошибка, которая может стать роковой, это недосмотр за отходами бывшего байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Экологи Межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» уже обратились в прокуратуру. Поводом стали сообщения от жителей города. Они говорят о том, что из-за проливных дождей опасные отходы из карт накопителей выливаются на почву. И все это происходит в километре от Байкала. Специалисты опасаются попадания стоков в озеро, что может грозить значительным превышением предельно допустимых концентраций самых разных опасных веществ. Именно поэтому экологи обратились в прокуратуру с просьбой взять ситуацию с картами-накопителями БЦБК на контроль. А также разобраться вернали информацию о том, что отходы выливаются на почву. Раньше надзорного ведомства ответ поспешили дать в региональном правительстве. Сегодня вода не доходит до уровня шламотвалов, до верхнего уровня шламотвалов на картах БЦБК, бывших картах БЦБК. Так что, в принципе, ситуация там стабильная. Впрочем, благополучную ситуацию с отходами бывшего БЦБК назвать язык не поворачивается. Проблема в том, что до сих пор не выбран способ утилизации отходов. Их на территории площадки свыше 6 миллионов тонн. У правительства региона есть претензии к генеральному подрядчику, который занимается разработкой проекта, компании Росгеология. С ней даже собираются расторгать контракт. Но последнее слово в этом вопросе остается за Федеральным министерством природных ресурсов. Пока, как нам сообщили в правительстве Иркутской области, ответ от него не получен. Внимание! Всей области сейчас приковано и к Тулуну. Уровень воды уже поднялся выше дамбы. Город борется со второй волной паводка. Еще не успев оправиться от первой. Причем приливная волна устанавливается не только новыми отметками уровня. Рек с той же стремительностью растут в городе и цены на жилье. После еды и питьевой воды предмет самого высокого спроса. О квартирной проблеме. Житель Тулуна Давид Азизов. Темно было, ночь. Кто-то мне звонит. Ну, видимо, из соседей. Я не номер ничего. Андрюха говорит, баня. Я еще у сына был когда поплывал. Он говорит, твой дом пошел. Крепкий сибирский мужик. Егерь, для которого местная природа с ее характером не в диковинку. Слез не скрывает. Эмоции понятны. Дом, который строил для семьи, на века унесло, пока спасал других. Я простой человек. Я знал мое место на реке. Я умею на лодке, на ветродуве ходить на аэролодке. На простой лодке. Пытался помочь. Мне не нужно было. Люди говорили спасибо ей. Самое главное. Пока семья Иваныча, так его называют соседи, живет у родственников. Сразу после паводка на этой кухне мужчина выпил рюмку водки. Первую за семь лет. Следующую обещает поднять на новоселье. Новый дом уже присмотрели. Осталось дождаться жилищного сертификата. Комиссия уже подготовила документы. А вот для Светланы Тумаковой перспективы пока туманны. На стене местного МФЦ ежедневно вывешивают в списки тех, чьи дома уже признали утраченными или аварийными. Женщина ходит сюда больше недели, но своей фамилии пока не нашла. Ни фактов, ни актов, никаких ничего. Нам на руки мы ничего не получаем. Тишина гоняет только с кабинета в кабинет. В списках сотни адресов. Под снос пойдут целые улицы, а то и микрорайоны, на ЛДК. Даже те дома, которые вода пощадила, в большинстве пока непригодны для жилья. Насквозь сырое все. Стены, полы, даже потолки. Добавило наводнение работы не только коммунальщикам, энергетикам, спасателям и строителям, но и всем, кто занимается полиграфией. Вот самая распространенная памятка в Тулуне. Как правильно просушить свой дом. Тираж 10 тысяч экземпляров. В газете же самое распространенное объявление. Сниму жилье. Любое за любые деньги. Вот это вот прихожая. Тут у нас был платяной шкаф. Ну, для вещей таких. Там была кухня. Дальше была гостиная, спальня, детская, игровая. Теперь горы сырого дерева. Строил дом Александр Куйда с таким расчетом, чтобы трое дочерей ни в чем не нуждались. Сейчас жена с детьми ютятся в съемной квартире. Еле нашли однокомнатную в Хрущевке. По цене, за которую до потопа в Тулуне можно было арендовать целый коттедж. Александр Шахтер зарплата по местным меркам выше средней. Однако и для него дорого. Из сотрудников азейского угольного разреза пострадали более 500 человек, каждый четвертый. Многим жилье приходится искать за 50-70 километров от работы. Этим занялось предприятие. По ним мы сейчас решаем. Будем им, соответственно, арендовать жилье. Есть проблема. Есть проблема жилого фонда в Тулуне. Очевидно, нет. Соответственно, смотрим чуть дальше. Смотрим в поселке Алгатуй. Будем доставлять их автотранспортом с мест проживания временного. Помогут и с восстановлением жилья в здании правкома угольщиков, теперь и оперативный штаб, и рабочий совет. Здесь же пункт выдачи гуманитарки. Главные в списке – многодетные семьи. Их же расселяют в ведомственные квартиры от НПлюс Групп в первую очередь. После смены шахтеры идут сюда. За разъяснениями, советом, помощью, единовременные выплаты по 24 тысячи рублей получили уже более 300 работников. Обещают поддерживать и дальше. Если крупный бизнес имеет возможность помогать своим сотрудникам, то мелкие и средние предприниматели сами остались бездомными. Татьяна – владелица косметического салона. Из собственного здания, которое уничтожено наводнением, переехали сюда на 20 квадратных метров. Чтобы оплатить аренду, пришлось опять брать кредит. На самом деле очень страшно. То есть нас еще больше загоняют какие-то долги для того, чтобы нам... Мы же не можем сидеть на месте, мы же предприниматели, нам же нужно что-то предпринимать. То есть мы же не можем бросить свой бизнес и куда-то кинуться и все бросить. Своих работников опять же. Мелкий и средний бизнес в Тулуне – это больше тысячи рабочих мест. Как и все жители этого города, они ждут помощи. И готовятся тонуть во второй раз. Уровень воды в ИЕ снова поднялся выше критического. Подтоплено несколько подстанций, обесточено три поселка в Тулунском районе. В них проживает 550 человек. Энергетики ждут, когда спадет вода и сразу же начнут восстанавливать сети. А Ягер Иванович опять вывел свою лодку. Чтобы помогать тем, кому окажется труднее, чем ему. Давид Асизов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Трудности с доступом в Листвянку возникли у туристов и местных жителей. С сегодняшнего дня в поселок не пускают некоторые виды транспорта. А все ради того, чтобы спасти дорогу вдоль набережной и не допустить ЧП. Подробности ограничений и их причин в нашем следующем материале. Остановка Байкальский музей. Конечная точка для всех туристических автобусов, которые направляются в Листвянку. Дорога дальше для них закрыта. А также для всех автомобилей грузоподъемностью выше 12 тонн. Ограничение вынужденное. Полотно небезопасно. Обочина неустойчива. Дожди здесь шли 4 дня. Асфальт вдоль набережной может просто не выдержать машину, в которой больше 45 пассажиров. Людей пересаживают в маршрутные такси и легковушки. У организаторов туристического бизнеса добавилось хлопот. У нас там в середине Листвянки получается только мы кушаем. И у нас вот сам хозяин ресторана приехал за нами на минивэне своем, забрал туристов, отвез и потом привез обратно. Вот так что нам, к счастью, не пришлось ходить туда-сюда. Нам повезло. Кому не повезло, осваивают тротуары вдоль кромки воды. Ходьба получается с препятствиями. Дорожные ограждения установлены там, где даже пешеходам небезопасно. Трудности в виде дорожных работ смущают только местных. Большинство туристов игнорируют такой дискомфорт. Говорят, он уходит на второй план после байкальских пейзажей. Не нравится специалистам по дорожной безопасности вот этот мост. Подпорная стена рухнула в воскресенье из-за затяжных дождей. Пока сооружения не приведут в порядок, привычное движение в Листвянке не восстановят. Именно сегодня Дорожная служба Иркутской области должна была завершать отсыпку этих склонов. Сюда требовалось привезти больше 9 тысяч тонн скальника. Но условия контракта оказались нарушены. Это подтверждают в администрации Листвянки. Работы не выполнены по берегоукреплению. То есть ранее у нас уже акты обследования были этой берегоукрепительной стенки. То есть и с дальнейшей возможностью ее обрушения. То есть в результате что и получилось. Буквально вот в ближайшее время, то есть день-два, то есть данная дорога будет уже укреплена, отсыпана. Баржа с подсыпным материалом по данным местных властей уже на подходе. У специалистов дорожной службы другая информация. Восстановительные работы могут занять до двух недель. Но это в случае, если возникнут новые, в том числе стихийные, обстоятельства. Если работа пойдет по плану, то в ближайшие дни движение большегрузов в Листвянке будет восстановлено. Лада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням. А вот восстановление тайги, уничтоженное огнем, в этом году может занять не менее 10 лет. Ситуация с лесными пожарами в Сибири близка к катастрофе. В Прибайкале уже введен режим ЧС. Тем не менее, борются с возгораниями только вблизи населенных пунктов. Объясняют это экономической нецелесообразностью. Где же находится столь тонкая грань между экономией и здравым смыслом, разбирался наш корреспондент. Останавливаться нельзя ни на секунду. В сердце лесного пожара нечем дышать, не на что смотреть, да и ориентироваться получается лишь по пламени. В каком именно районе находится эта дорога, не важно. Она в Сибири. Да, сегодня наша тайга выглядит именно так. Пламенем охвачены 4 региона страны. Горит 3 миллиона гектаров леса. Почти четверть всех пожаров находится на территории Иркутской области. Исправить ситуацию мог бы дождь. Но вот парадокс. Осадков здесь не будет, пока горит лес. Чем больше у нас очаг пожара, тем он больше блокирует своими твердыми частицами влагу. И дождей там нет. Таким образом, из космического мониторинга видно, что мы обходим. Циклоны обходят это место. И долгожданных дождей не происходит. Поэтому дальше уже действия только за человеком. Готов. Приготовились. Взрыв. На войну со стихией брошена и тяжелая артиллерия. Взрывные работы являются одним из самых эффективных способов в борьбе с возгораниями. Только так можно быстро и качественно сделать загородительные рвы и опорные полосы. Пламя на траве и болотах сбивают с помощью ранцевых огнетушителей. В тушении заняты почти тысяча человек. Это и лесники, и сотрудники авиалесоохраны, и мобилизованные граждане. Их фронт работ – 18 пожаров. Еще 78 на площади в почти 600 тысяч гектаров находятся в зоне авиамониторинга. Тушить их можно, но экономически нецелесообразно. Наверняка помогло бы и йодистое серебро. С помощью этого вещества вызывают искусственные осадки. Но даже такой, казалось бы, стопроцентный метод применить сегодня не получится. Нет облаков именно по тем, по которым могут быть или нужны обстрелы. Понимаете? Если вы видите за окном облака, это не значит, что есть облака, по которым можно стрелять. Которые могут усилить осадку. Понятие экономической нецелесообразности тушения пожаров появилось в 2015 году. Тогда вступили в силу новые правила, которые и разрешали игнорировать возгорание, если оно не угрожает поселениям. Говорить о том, хорошо это или плохо, мы не будем. Наша задача – излагать факты. Хотя, глядя на такие кадры, даже факты становятся лишними. В борьбе с лесными пожарами все средства хороши. В том числе уголовное наказание для тех, кто занимается поджогами умышленно. Об этом в Иркутской области заговорили еще в мае, когда из-за горящей тайги эвакуировали жителей нескольких поселков. Пока поджигателей не нашли. Тем не менее, расследование майских поджогов тайги в рамках уголовного законодательства продолжается. Об этом сообщают в региональной полиции. Пока же сотрудники ведомства чаще всего вынуждены наказывать нарушителей, что называется рублем. С начала года составлено более тысячи протоколов в отношении тех, кто не соблюдает противопожарный режим в тайге. То есть разводит костры и бросает окурки. А также обнаруживается в лесу тогда, когда нахождение там строжайше запрещено. Штрафы, кстати, не копеечные. Согласно административному кодексу, физическое лицо может поплатиться четырьмя тысячами рублей. Юридическому лицу нарушения обойдутся в сто раз дороже. Получить штраф – дело одно, а вот найти возможность выплатить его – совсем другое. Удается это далеко не всем. И дело даже не в желании или его отсутствии, а наличии возможности. Росстат опубликовал новые данные о количестве бедных в стране. Цифра выросла, но обо всем подробнее расскажет Евгений Шоев. Бедность не порог, а суровая реальность каждого седьмого жителя страны. Росстат опубликовал новые данные о доходах россиян. Около 21 миллиона человек уже перешагнули черту бедности. Где она находится не секрет. Покинуть списки среднего класса проще простого. Достаточно, чтобы среднемесячный доход упал ниже прожиточного минимума. В Иркутской области он равен 13 тысяч 855 рублей для трудоспособного населения. И около 10 с половиной тысяч для пенсионеров. Получаете ниже, можете считать себя бедным человеком. Из года в год количество таких людей неуклонно растет. По сравнению с 2018 число тех, чей доход опустился ниже прожиточного минимума, увеличилось почти на полмиллиона человек. Но не все так плохо. Ведь в стране постоянно увеличивается и количество миллиардеров. По состоянию на июнь 2019 года в России таких полторы тысячи человек. Состояние каждого из тех, кто попал в этот топ, не менее 30 миллионов долларов. Это около 2 миллиардов рублей. Евгений Шоев, новости по будням. Но считать чужие деньги мы не будем. Давайте лучше вернемся к бедности. В чем ее причина? Именно такой вопрос мы задали сегодня жителям Иркутска. Ответы горожан прямо сейчас. Вот, говорят, вот работы нету. Кто имеет желание, он все найдет. То есть в любом случае, блин, работа только успевает в свое время находить и распределять на все. Низка заработная плата. В этом есть и заслуга самих людей, в общем-то, которые, наверное, отчасти где-то ленятся. Ну и, конечно же, хотелось бы, наверное, поддержку государства все-таки побольше каким-то образом. Как минимум, рабочие места достойная заработная плата. Отсутствие промышленности в стране. Развалили все предприятия. Маленькая зарплата платится. Ну, я так считаю, что минимальная оплата. Надо повышать минимальную оплату. Отсутствие работы. Потому что для молодежи нет работы. Для пожилых вроде как. Тоже уже вышел возраст с работы. Поэтому такая ситуация. Как показал наш сегодняшний опрос, большинство иркутян считают, что главная причина бедности – это отсутствие достойной работы. Я не могу не согласиться с мнением горожан, однако от себя добавлю, что зачастую причина кроется в низкой заработной плате. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. И еще один постоянно растущий и неутешительный показатель – естественная убыль населения. За первое полугодие 2019-го органы ЗАГС Иркутской области зарегистрировали свидетельств о смерти больше, чем актов о рождении. Разница в 1333 человека. На свет же появились 7024 маленьких жителя Прибайкалья. Мальчиков немного больше, чем девочек. Эта тенденция остается неизменной уже несколько лет. Среди представителей сильного пола в пеленках самым популярным именем остается Артем. Такое имя своему ребенку дали 377 родительских пар. Еще в первую пятерку вошли Александры. Тезок Суворова и Македонского. Зарегистрировано 305 человек. Следом идут Михаилы, Дмитрий и Кириллы. Замыкают список Добрыни и Космос. У девочек наиболее распространенным именем, как и прежде, остаются Софья, Виктория и Дарья. Самым оригинальным оказались супруги, назвавшие свою дочь Тайгой. А вот как назвали крольчиху, которую спасли во время паводка в регионе, расскажем вам через несколько минут, сразу после новостей спорта. Об Иркутской школе дзюдо снова узнал весь спортивный мир. Этому способствовал Махмадбек Махмадбеков, который показал отличный результат на Кубке Европы среди юниоров. Наш земляк, выступая в весовой категории до 73 килограммов, завоевал бронзу турнира. Прибайкальский атлет одолел оппонентов из Великобритании, Китая и Грузии, уступив лишь представителю Японии. Футболистки клуба Байкал продолжают погоню за титулом. В рамках очередного тура первенства России среди женских команд наши спортсменки встречались с Барнаульским Алтаем. Статус фаворита встречи обязывал иркутянок показать уверенную игру. Итоговый счет на табло 1-6 в пользу иркутянок не вызывает никаких сомнений об уровне наших футболисток. Первый соперник известен. Байкал Энергия сыграет свой дебютный матч нового сезона против команды Энсберн. Наша команда будет противостоять девятикратному чемпиону Швеции в рамках международного турнира Супер Бенди. Розыгрыш кубка состоится в Хабаровске в начале сентября. Даниил Седов. Новости по будням. А вот в Иркутске в начале сентября состоится фестиваль садоводов и огородников. Он развернется в сквере Кирова 7-го числа. В рамках мероприятия состоится конкурс дары осени в формате выставки. Участники представят домашние заготовки, композиции из цветов и плодов. А еще презентуют самый большой овощ или фрукт, выращенный на собственном дачном участке. Время подготовиться еще есть. А прямо сейчас рубрика «Повесточки». Всем здравствуйте! С детства мы знаем, что существует в противоположной категории. Правильно-неправильно, вредно-полезно, плохо-хорошо. Сегодня обо всем этом и поговорим. Оказывается, многие из нас неправильно едят не только бутерброд с колбасой, как говорил Матроскин, но и яблоки. Это выяснили австрийские ученые. До 90% полезных микроэлементов для сердечно-сосудистой системы и пробиотиков для желудочно-кишечного тракта содержатся в сердцевине фрукта. Поэтому в следующий раз съедайте все яблоко целиком, вместе с огрызком. И будет вам счастье. Счастье испытали доярки Иркутского района. Ведь на днях они стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства. Не так давно он завершился в регионе. 26 участников из 19 муниципалитетов рассказывали, как правильно готовить буренку к процессу доения, что делать, если она вредничает, а также демонстрировали свои навыки. Лучшие из лучших получили за свое мастерство дипломы и премии. Наоборот, лишился денег усальчанин, летевший рейсом Магадан-Иркутск. Нет, его не обворовали на высоте. Он сам себя наказал на полторы тысячи рублей. А все потому, что курил на борту. А делать это категорически запрещено. Оказалось, что правила полетов нарушил ранее судимый за хулиганство 35-летний мужчина. Теперь он точно запомнит, что курение – зло. Помните, еще долгое время будут наводнения в Иркутской области кролик и котята? Они чудом выжили в Тулуне. Пушистых крох из зоны паводка усыновили спасатели. Сейчас вместе с ними четвероногие живут в пунктах временного размещения. Но на этом правые дела специалистов МЧС не заканчиваются. Крольчиху Тулушу заберет к себе в Железнодорск один из спасателей. Котята тоже не останутся без крова. Двое приглянулись курсантам Сибирской пожарно-спасательной академии. Еще один пушистик поселится в полку местных сотрудников МЧС. Вот и все на сегодня. До встречи! И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ndsdfistv.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова